Еще одна школьная проблема не как добраться, а как одеться. В 16-й школе Екатеринбурга все сделали не по форме. Ученики сами стали дизайнерами своей форменной одежды. Юным модницам разрешили мыслить нелинейно, разбавить строгий костюм декоративными элементами и цветом. Не отстают и учителя, они тоже провели работу над ошибками в своем гардеробе. Какой он дресс-код на пятерку, расскажет Дарья Манохина. Второклашка Вероника семь раз отмерит, прежде чем нанести очередной штрих. Ведь от этого зависит, как девочка будет выглядеть весь предстоящий учебный год. В 16-й школе Екатеринбурга детям самим разрешили создать эскизы ученической формы. Я бы хотела сарафан, который с рюшками, юбку в складочку. На жилеточке должны быть завязочки и карманчики. Инициативу с особым рвением поддержали девочки. Но на бумаге все же не разгуляешься. Педагоги попросили, чтобы форма была выдержана в строгом стиле. Никаких ярких цветов в одежде быть не должно. Зато рюши, валаны и воротнички можно добавить на свое усмотрение. И вовсе не обязательно носить то же, что соседка по парте. В этой школе каждый выбирает по себе. Изначально в нашей школе предлагалась форма черного цвета. Но многие наши ученики и старшеклассники школы этого не захотели. Нам это не понравилось. Мы настояли на том, что будет форма не только черного цвета, но и темно-синего. А также это будет классический стиль. Допустим, как на мне. Даже при таком подходе в классах нашлись противники школьного дресс-кода. Есть те, кому хочется ходить на уроки в спортивной кофте или рваных джинсах. Чтобы избежать форменного безобразия, учителя ищут компромисс. Есть личности бунтарского характера, которым хочется проявить свое «я». Но нам очень нравится то, что ребята придерживаются рамок дресс-кода. То есть они могут прийти в брюках вместо юбочки, но это будет одна цветовая гамма. Они могут прийти в кофточке вместо пиджачка, но это будет та же цветовая гамма. Чтобы дети, выбирая вещи, не чувствовали себя ущемленными, по форме решили одеться и сами учителя. Женский педагогический состав 16-й теперь легко узнать по строгому черному платью и яркому шифоновому шарфу. Мы уже сами фантазируем, как мы оформим. Это будет либо бант, узел красивый, коса. Но обязательно, чтобы это было ярко, красиво. Эскиз формы второклассницы Вероники и учителя, и мама одобрили. С ним она отправилась в магазин и выбрала то, что сама же нарисовала. А что пришло в голову ее одноклассницам, девочка узнает только в понедельник. На праздничной линейке. Ведь в чужой альбом школьники старались не заглядывать. Дарья Манухина, Новости 41-го канала.